Стресс Истинный стресс Это перенапряжение Когда человек не может думать О чем он хочет думать А ему думается, о чем ему думается Определение простое и точное Если ты едешь на машине и думаешь только о том, что разобьешься Если впереди экзамен О мысли не о предмете, а о провале Знай, ты точно находишься в стрессе Хазай Алиев 30 лет испытывал методику на наших военных Которым предстояло участвовать в военных действиях За это время было найдено 5 простых упражнений Они основаны на повторяемости движения Вы видите результаты применения методики на диаграммах Налицо снижение стресса Мамы с детства детей качают, снимают напряжение Ну посмотрите, как просто Но там есть секрет Ведь она вслушивается в его состоянии И подбирает соответствующий ритм Люди давно поняли, что повторяемые движения успокаивают Поэтому появились четки, жвачка, китайские шарики здоровья Однако вначале нужно убедиться, что вы находитесь в стрессе Ведь это не всегда очевидно Вот как это делается Есть ключевой стресс-тест, который сразу показывает Может ли человек думать, о чем он хочет думать Или ему все время думается, что у него там что-то не выйдет Вот ключевой стресс-тест сначала Держи руки вот так Пожалуйста, думай о том, что они расходятся Ключевой стресс-тест основан на проверке способности человека думать, о чем он хочет И когда мы предложили ему образ расходящихся рук Этот образ вызывает рефлекс Если рефлекс работает, стресса нету А если рефлекс не работает, значит есть напряжение Ну вот я теперь вам покажу, как снять зажатость и снова проверить Бери вот этот простой прием синхрогимнастики И поделай одну минуту Да, просто, просто бросай руки, как плетье Пока Сергей выполняет упражнение под названием хлест Я хочу обратить ваше внимание на то, что он является членом нашей съемочной группы И впервые видит Хасая Алиева То есть мы проводим чистый научный эксперимент Давай теперь ручки держи вот так И воображай, что они расходятся О, пошли Браво! Сори-сори, удивляется, да? Так в короткое время каждый из жителей нашего стрессового города Может избавиться от перенапряжения Выполняя пять основных упражнений синхрогимнастики Запоминайте Сори-сори 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 и диамоторного ключевого стресс-теста. Вот если я могу думать, о чем я хочу, а я в это время думаю о том, чтобы руки расходились в разные стороны, и в ответ на мой образ включается двигательный рефлекс, значит, я не зажат. А при этом я еще вхожу в такое особое состояние работы сознания, когда я могу давать себе уже и другие команды, например, сейчас руки всплывают, у меня появляется ощущение полетности. Вот. И пошло состояние легкости, вплоть до невесомости. И на фоне этого состояния свободного сознания, где нет страхов, комплексов, стереотипов, я уже начинаю мечтать о желаемых переменах в себе и в моем будущем. Вот так я представлял себе, что буду рисовать только шедевры, и у меня появилось чувство уверенности. Начал рисовать, а с этим чувством такое ощущение, что у тебя получится. То есть я после чего преодолел психологический барьер, свои тройки по рисованию. Вот в этом состоянии можно работать над собой, над своим характером. Вот, например, раньше был суетливый, я несколько раз себе вот так говорил, «Будь спокойнее, будь спокойнее». Представлял себя таким свободным, раскованным, мудрым, здоровым. И это постепенно активируется. А вот если руки не пошли, тогда надо раскрепоститься. И вот синхрогимнастика из пяти упражнений. Первое упражнение называется «Хлёсток камень по спине». Это упражнение мы подглядели у природы. Что делает человек, как дал ему стресс? Например, на морозе он вот так вот раскрепощается. Раскрепощается, и все его движения, видишь, синхронные. Если он больше не мучает, он больше это делает. Но никогда так не догадается перед экзаменом, например. Потому что он думает, что это с морозом связано. А это на самом деле связано со стрессом, который вызван морозом. Поэтому если перед экзаменом сделать, например, вот так, или перед любой ответственной встречей, вот я поворачиваюсь, чтобы показать, что здесь происходит разгрузка шейно-грудного отдела. Груди, плеть. Вот это главная особенность. Поэтому называется хлест руками по спине. Вот хлест руками по спине. Барный веник. И вот после этого, за 30-40-50 минут, как 50 градусов рабочие. Это разминка перед боем. Уже чувствуешь себя свободнее. Хочешь выравниться, видите, я в учебном стану. Хочешь выравниваешься, свободнее себя чувствуешь. Но здесь не только иностранный язык, если я своя, здесь вообще можно. Все что угодно сделать. То есть ранее неподъемные действия совершили. Ты стал свободнее. Второе упражнение. Тоже минута. Называется уступ. Вот синхронизация в этой синхрогимнастике обеспечивается тем, что частота повторяемого движения происходит в соответствии с уровнем общего напряжения. Если я волнуюсь необычного движения, то я делаю это чаще. И вдруг я замечаю, что я успокаиваюсь. И продолжаю думать о волнующей теме, но уже на спокойном уме. И нахожу решение. Второй уровень синхронизации, это вот руки и ноги. А кто-то делает вот так. То есть данному стандартному движению надо подобрать свой индивидуальный рейд. Свою индивидуальную форму выдвижения. Пожалуйста. Это лыжник. Одна минута. Третье упражнение. Называется крутиться. Или шалтай-болтай. Так девочки любят делать детские. Вот так вот крутишься себе. Это и для того, чтобы все эти мышцы возгрузить. И координационное упражнение. Все упражнения, развивающие координацию, повышают устойчивое сознание. Пятиминутная сегра династики крутится. Одна минута. Но если вы возьмете это упражнение отдельно, и сделаете перед сном, и уже где-то 10-15 минут, это уже колыбельные. А если это сделать 30-40 минут, это уже разгрузка. Об этом я скажу отдельно. Чуть-чуть отдышу. И переходим к основной части. Вис назад, вис вперед, с наклоном вниз. Это разгружает шейно-грудной отдел и обучает шейную группу мышц оставаться свободными в условиях напряжения. Любая проблема, которая у тебя возникает в жизни, она вызывает напряжение мышц. Напряжение мышц вызывает нарушение кровотока. Поэтому возникает стресс. Если ты научишь шейную группу оставаться свободной в условиях напряжения, кровоток идет нормальный. Значит, ресурсы есть для решения этих проблем. И ты там сохраняешь ясность ума, уверенность в себе, и проблему эффективнее решаешь. Как научить шейную грудную систему оставаться свободной в условиях напряжения? Мы эти напряжения моделируем. Вот вис назад. Вот, у меня все напряглось. Пресс напрягся, как кирпич. Вот так вот. Соответственно, работа внутренних органов улучшается. Для девочек это очень полезно. И гормональный баланс выстраивается, и лишнее сжигается. Вот, вис назад. Появилось напряжение. Вот это напряжение, характерное для любых ситуаций, оно одно и то же. Вот это напряжение, и в этих условиях, неудобной позе, я начинаю раскрепощать шейно-грудной отдел. Вот. Обычно мы утром так делаем, вот так вот. Я раскрепощаю шейно-грудной отдел. О, удивительно! Вот, в этот момент, когда я начинаю делать это дополнительное действие, мне стало легче стоять. Во-первых, потому что я переключил внимание, вот я уже больше могу пойти. А во-вторых, просто не посел, шейно-грудной отдел, налаживается кровоток, соответственно, легче переносить это напряжение. Вторая часть, и вперед. Все напряжение, которое накопилось, я спускаю. Я просто расслабился. и не надо здесь стремиться делать это сильно вниз. Просто до отдыха. И в этот момент, а это упражнение больше для ума, я переключаю внимание на поясницу. И начинаю в момент выдоха, надо найти такой резонанс с собой, в момент выдоха отпускать поясничные мышцы. Сейчас я сердце затачиваюсь на этом. И начинаю. Вот я отпускаю, отпускаю вот эти мышцы. Таким образом, обретаю контроль над мышцей системой. И вот только тогда, когда я чувствую, что они поддались, когда я это отпустил, я делаю проход вниз. Вот он. И могу так лицу дальше читать? Вот, пожалуйста. Ноги можно держать, как на соль. Опять, крис назад. Раскрепощение шейного отдела. Волни уже так стало легче стоять. Вот так обычно тянутся люди по утрам. Вот так шею освободим. Весь вперед. Переключаю внимание на поясницу. Раскрепощаю мышцы поясницы. Вот, раскрепощаю. Момент выдоха. Отпускаю мышцы. И когда они поддались, расслабились, барьер снят. И проход вниз. Вот так. Пожалуйста. А у меня три движения. И пятое упражнение называется легкий танец. Образ легкий танец помогает выполнить легко сложно координированное движение. Снимаем уже. Сложное координированное движение. Вы знаете, кошки всегда падают на свои лапы. У них очень устойчивая психика. Они вообще почти не поддаются дрессу. Если вы тренируете координацию, у вас тоже появляется устойчивое сознание. Легкий танец. С этой точки начинаем. На эту точку возвращаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три-четыре раза одной ногой. Три-четыре раза другой. Раз, два, три, четыре. Раз, три, четыре. Все. И завершаем эту пятиминутную синтегрогимнастику любым желаемым движением. Я делаю вот так. Если у вас большой тяжелый день, в удобное на себя время, пять минут, это синтегрогимнастики и чувствуйте себя легко, и все эти проблемы решаются легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова